всем привет с вами я владимир белов сегодня я хочу записать совсем немножко нестандартное видео для меня как я поднимал свой дом как я поднимал свой дом и так поехали для этого я буду использовать вот такую проволоку она будет указкой я буду ей показывать но небольшая предыстория смотрю один канал канал называется деревенский парень парень живет в тюменской области насколько мне известно или в курганской области ну одним словом деревенский парень собирает металлолом и вот он сейчас судя по его роликам решил заняться ремонтом своего дома и вот хочу поделиться своим опытом возможно он посмотрит мой мой вот этот ролик возможно не посмотрит возможно посмотрим другие люди и возьмут себе кое-что на вооружение мой личный опыт как я поднимал свой дом итак поехали дом мы купили я местный житель здесь деревенский дом мы купили у одного дедушки который здесь жил в этом доме дедушка скончался и его дети продали нам свой дом цены тогда были не такие большие большие как сейчас покупали мы его за за 9 тысяч рублей тогда русских или как это 9 может быть 9 миллионов вот дом был без фундамента размеры дома примерно 8 на 4 примерно я не говорю точно там и и жилая площадь была дома где-то в районе там 40 квадратов то есть две комнаты горница и изба или как в простонародье говорят или по городскому кухня и спальня две комнаты было так сейчас мы пройдем в палисад в палисадник где я расскажу основные моменты наш дом изначально мы его купили здесь стояли по три окна в каждой комнате вот можно заметить в принципе вот здесь три окна в одной комнате здесь вот три окна в других домах также вот по три окна ну вот в этот этот дом поменьше здесь два окна окна это я уже ставил потом года через два после подъема дома после ремонта дома и так дом был без фундамента дом стоял наклонился сюда вперед и стоял как спортсмен который вот вот сейчас нырнет водный бассейн и так что я сначала сделал до заготовки дома и так я сначала до того как поднимать дом заготовил вот такие куски плит вот они даже у меня остались вот такая плита но это уже если я уже после этого привез вот такие плиты они то ли дорожные плиты на дорогах стояли то ли эти куски вот каких-то там железобетонных железобетонных изделий но одним словом были такие плиты вот ни одна плита осталось а вот от пасынка вот такая плита это тоже я хочу использовать фундамент свое время использую возможно натаскал я с разбитой фирмы вот таких плит кусков таких плит вот поддолбил здесь вот в этом месте раздолбил отпилил болгаркой арматуру арматуру когда пили вы ешь поднимаешь она лопается и вот дом стоял поскольку он наклонился дом а я вот такие плиты где-то примерно такого размера такого размера плиты я подтолкал их подкопал и подставил под углы подставил под углы но не под все а только под три угла почему под три угла и почему такие плиты именно почва у нас здесь песчаный песок и изначально был у меня такой вот был у меня сторонний опыт по подъему помогал там ребятам дом когда там стали поднимать один дом дом крат стал уходить просто откладывали в том доме там где как-то поднимал помогал ребятам дом крату ходим подкладывали под деревяшки вот под дом крат деревянные дощечки и они стали уходить землю ломаться и вот после этого после этого я принял решение я говорю надо вот здесь под три угла под середину и под эти края где здесь будет подъем основного дома подложить куски плит но сначала изначально мы вырезали вот здесь вот заметно было вырезано где-то два бревна гнилых до сухого нормального состояния бревен вот здесь вот вырезали обрезали вот так вот пилой вытащили гнилье дом остался так как бы стоять вот эта часть на земле выкопал его большую яму и несмотря на то что эти плиты были тяжелые каким-то образом я их запихали мы с отцом вдвоем с батей запихали сюда под угол сюда под угол запихали одну плиту под этот угол запихали другую плиту и под этот угол запихали плиту потому что здесь у нас была основная часть здесь надо было поднимать упирать дан краты чтобы дан крат не уходил в землю под это место под задние задние углы задние углы там три угла было под задние углы просто мы выпилили гнилую древесину под задних углах и просто ее сбили коробку и просто залили небольшие так сказать упоры под задние углы по краям и под середину были у нас здесь сени стояли они были рубленые сеней вытащили пол и просто сделали коробку деревянную также выпилили как такую небольшую плиту там где-то метр метр на полметра для того чтобы когда поднимался мой дом была надежная опора поскольку здесь были сени с этой стороны то они задняя сторона дома можно сказать хорошо очень сохранилась она не так сгнила и так после того как я и так после того как выкопа вырезал и вставил плиты под перед под зад тоже выпилил и там не вставил плиты а просто мы залили плиты и так стали ждать несколько дней это был первый этап заливки подъема дома стали ждать несколько дней чтобы задние части 3 опорные плиты они застыли после недельного наверное после того как неделя прошла где-то так вот мы пошли в авто ко второй части заливки и подъема дома и так поехали так во второе во втором этапе заливки и подъема дома мы уже плита здесь была сформирована здесь было выпилено свободно пространство и кошки и собаки смог свободно чужие могли заходить в эти свободные пространства поскольку вот этот угол он просто висел над землей вот я показываю просто висел над землей был виден под пол был были видны все наши заготовки которые там есть имеются вот прошла неделя после того как там все это дело застыла была сделана вот такая опалубка еще раз одна такая же вот и была залита тумба здесь тумба залита была но она была залита не под самую вот эту под самые бревну а где-то была залита вот может быть там сантиметров 20 было до бревна не дали то здесь вот потом было было залита тумба в этом месте здесь тоже она была до бревна не касалась немного вот и вот на этом углу тоже была залита тумба она там тоже бревна не касалась для того чтобы поднимать дом после того как эти тумбы были залиты мы выпилили через дня четыре наверно вот эту гнилую часть дома оставили вот целое бревно здесь было два ряда гнилых совсем в этом месте здесь вот тоже было два бревна гнилых в этом месте выпилили гнилую часть дома спереди убрали бревна и убрали бревна гнилые обработали вот эти оставшиеся бревна и звездкой для того чтобы убрать последствия грибка гриб здесь был вытащили гнилые все бревна и оставили на несколько дней это дело чтобы вот эти тумбы чтобы вот эти тумбы 3 тумбы крайние середины и вот это крайние они застывали прошло после этой застывки наверно недели две дом поднимали мы донкратами пятитонками донкратами стояли окно окна я не вытаскал окна были не такие еще раз повторюсь окна были по три и печка была печка мебель все это ничего не вытаскали как мы как в этом доме жили изначально так в этом доме жили никуда не уходили никуда не переезжали не уезжали поставили три донкрата вот под углы поставили донкратом и стояли вот в этом месте донкрат один стоял вот здесь вот потом стоял донкрат вот в этом месте только он стоял в под поле у нас и стоял донкрат вот в этом месте стали поднимать я пригласил своего так отца и еще пригласили одного мужика для того чтобы поднимать донкратами одновременно положили уровень на пол но поскольку я еще раз говорил что дом стоял в наклон как спортсмен который вот-вот нырнет в бассейн или в какой-то водоем и он был дом стоял вот не так как прямо рука вот так вот наклонился передом сюда стали поднимать поднимаем потихоньку одновременно подняли допустим сантиметров 10 зафиксировали вот такими к линиями был напилен очень много дощечек различные толщины вот да еще забыл сказать упомянуть дом вот здесь вот купили вот такими пластинами пластины эти цельные потому что дом этот перекатывался и когда при более детальном рассмотрении оказалось что дом вот здесь вот в этих местах перерублен то есть они он как бы стычной ну потому что наверно хотя бревна кажется в одно целое но на самом деле они были перерублены для того чтобы дом не переломился пришлось укрепить вот такими пластинами и не разъехался не переломился не разъехался это уголки пластины просто прибитые на гвозди они так у меня сейчас остались стоять я их никуда не убирал и так стали поднимать после того как вот эти три плиты у нас застыли через неделю или две стали поднимать дом подняли на 10 сантиметров посмотрели подняли снова на 10 сантиметров стали смотреть когда стали поднимать то естественно ну окна остались целые но слышно было как все это заскрипела пол стал выпрямляться пол изначально тоже был кривой стал выпрямляться снова стали поднимать и так вот поднимали мы в течение наверное минут десяти или пятнадцати вот так вот и постепенно дома от стакова наклонного состояния вот за рукой стал выпрямляться упрямлялся и вот стал прямо по уровню посмотрели пол выровнялся стены выровнялись изначально здесь тоже везде укладывался уровень он вы выровнялся оставили дом на данкратах подложили под бревна вот в этих в трех местах спереди клинья и оставили его на данкратах подложили различные подкладышки деревяшечки вот в этот день зафиксировали все как это есть уровень зафиксировали визуально для того что возможно чтобы он не просил поскольку здесь стояли у нас под под этими углами стояли плиты лежали вот напорные большого размера диаметра так сказать размы и при подъеме ничего никуда не ушло вот просто как начали поднимать так и пошло и пошло и делали небольшие передышки но поднимали все одновременно вот по команде сказали и начали поднимать подняли зафиксировали после того на следующий день как дом нормально все постоял залили вот эту тумбу уже вот здесь сделали гидроизоляцию там сделали гидроизоляцию ну во всех бревнах чтобы бревно не касалось с бревном подложили то ли рубероид то ли какой тут салофан был бы это современные и залили вот такие три тумбы уже подлили под большое вот это основание донкраты убрали к этому времени подложили недели две прошло наверное может быть недели две может быть три я уже так не помню это было больше десяти лет назад когда это все убрали застыли эти тумбы убрали и начались сделали опалубку начали заливать фундамент по краям так сказать стены фундамент залили с трех сторон это вот эта сторона была она была фундаментом так залита здесь вот залита и с той стороны но между фундаментом и бревном оставалось вот пространство это пространство я мне посоветовали потом через какое-то время купил я кирпич и просто заложил кирпичом вот заложил кирпичом а место между кирпичом и дома проложил его факлей смоченный в отработке и пропенил монтажной пеной вот на этом такая эпопея с фундаментом из подъемом дома была завершена да к тому же вот здесь вот есть еще даже гидроизоляция так вот тут вот даже видно как это все здесь вот есть здесь вот ковыряем каждый год для того чтобы прыгать продувалась это место все арматуру я вот в эти фундамент вот здесь и там не клал ничего просто был бой кирпича кирпич был различного диаметра и состояния вот такая работа была у нас в одно лето по заливке по ремонту вот по подъему дома к сожалению фотографий не сохранилась да и как-то заливали не не фотографировали ничего не делали цифровой тогда техники не было были такие пленочные фотоаппараты эти кодек ну кодек потом вот эта пленка пошла только-только как-то вот это не было сколько ушло денег материала был закуплен было закупленным я зале покупал однако тонны 2 или 3 песка строительного наверно три тонны щебень щебень я тут брал у одного знакомого было закуплено также еще цемент марки м 400 мешков на 5 6 5 6 может быть может быть 7 я уже точно не знаю но это не так актуально плиты куски плит они достались мне бесплатно съездил на ферму притащил они там валяются возможно там кто-то укладывает их на дороге себе ну а я вот куски плит укладывал под фундамент для того чтобы это когда будешь поднимать дом это все не уходило в землю в песок после того как вот залито было все это пропенено осенью ну говорят что фундамент зальешь будет холодно будет там фундамент холоде холодит на самом деле с обратной стороны дом осенью залез обложил все пенопластом самым дешевым и приклеил пенопласт на жидкие гвозди к фундаменту и обложил это все привалил в землю еще к тому же нормальный дом тепло ну а потом уже на следующий год были вставлены окна окна вымерил там сам своим опытным путем не вставил тоже сам после вставки окон было было были разобраны сеней сделан на следующий год природ после природы крыша и так вот каждый год вот уже только что года два как перестал какие-то делать манипуляции с домом то надо вот в этом году наверно перекладывать печку что-то она мне как-то не нравится как сделать ладно друзья получилось немножко нудным немножко затянутым возможно не совсем что-то информативно как-то так ну я рассказал свой опыт по подъемке ремонту дома возможно кому-то пригодится возможно не пригодится и так спасибо всем за внимание с вами был я владимир белов всем удачи и пока пока да после слове такое когда изначально стали поднимать дом когда дело дошло до подъема мы боялись что и я и мой папа и мой помощник который помогал мужик там был приходил наш односельчанин с данкара там что вот-вот там переломится там вот как-то это все но как говорится глаза боятся руки делают и потихоньку потихоньку начали ну все было хотя тоже была идея но сейчас блин сломается сложится куда уходить куда заселяться как чё ну вот так вот но ничего все получилось что вышло так что друзья мои мой такой совет вам не бойтесь делайте экспериментируйте за вас это никто не сделает но все на этом все да еще такой него такой момент материалов по подъему у меня не сохранилось но зато сохранились материалы как я делал пристройку вот эту каркасную и как крылья крышу большую так что вот так вот всем спасибо за внимание